Продолжение следует... Недолго они под своим тегом проиграли. 3D Max пикнуло молодых и талантливых. Будем надеяться, что эта организация датчанам принесет хоть какую-то пользу в финансовой составляющей и вообще в плане профита. Вообще под тегом 3D Max уже многие команды успели отыграть. И французы там были, и словаки, и вообще и чехи. Прям какая-то безумная организация, которая хочет всех-всех-всех про всех. Ну и у нас Knife Round, друзья. Ну так, 3D Max и LGB Sports после замен. Ну, 3D Max, старый состав, друзья. Не факультет, это Pimp, Glaive, Rails, MSL, AZ и LGB. Это Crimson of Meister, Twist, Saip, Dennis. Опять-таки, серия, так скажем, трансферов на шведской CS-цене привела к тому, что SK Gaming забрали сильных игроков на свое усмотрение. Опять же, вот долго играли миксами. Были новости, было видно, что там Delpan собирает банду. Видимо, у SK Gaming серьезные планы на Delpan. И вообще, он там, скорее всего, даже как бы лидер. Ну и вот непонятна мне причина, почему же All of Meister не забрали к себе в SK Gaming. Все-таки один из, наверное, топовых фрагеров. Странно. Ну, первая пистолетка 4 в 4. Уже нет твиста. AZ прошел в парочи. Датчане выжидают пуш по длине. Будут пытаться, наверное, все-таки зайти, да, до последнего. 50 секунд. И, ну, тут ситуация считаема. Сейчас Saip может ворваться под флешку. И после чека Медла, в принципе, все станет очевидно. Ну, хотя его оставляют. Посмотрите, вдвоем принимают сейчас LGB Appland. И Splatoon проигрывает Кримс. Но вот скилл, скилл от Кримса не подвел своего тиммейта. Но тиммейт, по крайней мере, развалился быстро. Это был Деннис Эдмана с одним ХП. Кримс умудряется уйти. Два каленых игрока на планете под бомбой. На бомбе. И все или ничего. Saip. Хороший прорыв от MSL. Отличный выпад. Посмотрите, красного одного оставил. Прыжок от Кримса. Минус 3. Вот это... Ну, я не знаю. Карабас-барабас. Коунтер-страйка просто он какой-то. Остается Глэйви. И это датское существо будет пытаться уничтожать. Ну, вот прикрывает бомбу All of Meister. Неудивительно, что хэдшот... Опасный. Опасный All of Meister. Ну и первый пистолетный из ЛГБ. Вы сами все видели. Здесь просто 3D Max протупили. Ну, и не были готовы выходить на плент. Как-то они просвет прошли уж с колоссальными потерями, имея преимущественного... Имея одного игрока на пленте. Ну, это преимущество, соответственно. Так, Статтрек БНТ. 14 человек. Посмотрите. Или 10. Там я не видел цифру. Сколько там порезал MSL. Но обратим на это внимание чуть попозже. Друзья, играется 3 карты. И первая это D-Dust 2. Опять же, весь маппул перед вами. Первый D-Dust 2, потом Inferno, потом Train. Шансы здесь катастрофически непонятные на самом-то деле. Но я бы сделал ставку, наверное, все-таки на 3D Max. Потому что они свой состав сохранили практически первоначальным. А вот команда LGB Sports... Мне пока что непонятно, насколько готова реально прям сражаться по-страшному. И готова ли вообще. Опять же, после замены. Ну, опять же... Если замена была, знаете... Если замена и вот это переманивание игроков, оно было какое-то там необсуждаемое, стрёмное, невыгодное... То, может быть, у LGB будет слабина... Не знаю... Ну, они будут слабы, очевидно. А вот если не было, то уже всё интереснее. Так, ну что, врыв на B-Plant. Смотрим на Глэйве и его новый пистолет. Ну, не залетает здесь. Очень чётко на B играет All of Meister. И прикрывает практически всех. Вот вместе с Кримзом разобрались на Ура 2-0. И пистолеты в 3D Max не удалось отыграть. Но... Байраунд на третьем. Байраунд на третьем. Бомба первопистолетного опять-таки немножко спасает ситуацию. И даёт возможности пробуститься игрокам. Можно начать с 2-1. Так. Вот это интересно сейчас было. И куда же ты падаешь, сладенький? И посмотрите, дым какой, а! Сразу... Сурово, сурово. Ну, чтобы не открываться, не кидать. Очень чёткий дым надо на заметку взять. Так, врыв в центр. Зачекал Кримз. Атаку, ушёл. Опасаясь выпада, оставил Глэйве белым. Ну, тот тусуется, тоже ждёт. В общем, пассивная игра от датчан пока. Быстрых раундов мы здесь, наверное, не увидим. Только сливы под B, скорее всего. Ну, по-моему, вот... Глэйв открывающий. Будет, наверное, всю первую половину бегать. По пингу, кстати, интересный здесь расклад. Вот 65 у Кримза вообще. Выглядит очень-очень шикарно. Ну что, вроде готовы центр выходить. Уже пошёл чек от Кримза наглый. При том, что он не будет здесь ждать какой-то пассивки. Просто отстрелит, если кто-то попробует зайти. И 3D Max, по-моему, хотят выцелить КТ. На КТ есть цайп. И попадает. Попадает очень плотно. Атака уходит с медла. Отдают щепку. Но выходить, по-моему, готовы. Меняет звенья. И Глэйви попробует сейчас открыть. Увидел, увидел уход. Но не знает, что с гранатой. Позиция Кримзона. Конструкция играет тоже свою роль. И он даёт минус по... Ну всё, выход в перекрёстный огонь от защиты. Просто сложили. Просто сложили атаку. И датчане из-за своей неуверенности просто не смогли выйти нормально. Всё, пошли танцы по одному. И кто кого перестреляет. Ну, Олаф Мейстер вряд ли позволит тут кому-либо вообще зайти к нему на плент. Хотя, тем не менее. МСЛ удивит нас. Нет, цайп его ловит. И всё, последним у нас остаётся Райлс, который просто красный и не выживает. Его простреливает. Твист. 3-0. И первые девайсы не за датской командой. Ой-ой-ой. Ну, не везёт. Не повезло с девайсами. Ребятам вот как-то... Как-то стрёмно. Так, за сколько нож продам? Ого, вот это жесть. Вадос! Я тебе не мешаю? Нет? Так, Спайс. Что-то такое написали. В чате были забанены, я вижу. У нас модеры там парятся, работают. Ладно. Эко-раунд от 3D Max. Ну, на этот раз, может, хоть как-то пройдут. Не знаю. Так, ну смотрите. Тут ещё чёткая гранатка снизу вылетает. Ну, у LGP, по-моему, с ДАС там два. Всё хорошо. Вот за четыре раунда они показали очень уверенные приёмы. Ещё и без потерь играют. 8 на 1 статистика Кримза. Деннис 5 на 1, 3 на 1. Цайпа, Лавмейстер 3 на 1, 1 на 1. Твист, 3D Max. 3D Max, MSL. Ну, тут вообще всё печально. Смотрите, Пимпс вообще не убивает. Кто помнит, когда CSGO только-только по нему начали проходить соревнования, все, наверное, помнят этого парня, Пимпа, который там на ЕМСах всяких отжигал. Очень уверенно показывал в интернете свой уровень. Это, кстати, игрок Сурс сцены, поэтому на дистанции, как видим, пока он немножко подкачал. Но, опять же, датской команды на сцене пока нет. Вот единственные последние 3D Max, которые есть. Ну, такой более-менее боевой состав. Посмотрим, что будет в их исполнении дальше. Так, есть длина от MSL. Занял. Вот, Open Smoke. И посмотрите, как сразу повернулась ситуация. И Твисту накидывают в ответку. Они все-таки будут драться 1 на 1 MSL. Боится, боится выходить сразу. Ну, вот, хороший датчанин всегда выкинет все говно из-за угла. Но это ему все равно не помогло. Твист сбривает в наглую MSL. И тот, раскидавшись, не смог устоять. Хорошая реакция от Пимпа, но слишком поздно он... Ну, вот слишком поздно звено Изи Пимп просочилось на Плент. И надо сейчас, конечно, постараться явно 2 в 4. Вот они проигрывают в любом случае пары, что это Кримс. И... длина падает. Пимп с ВП. Опасно. Будут под флеш врываться на Пимпа. Ой-ой-ой, Пимп, как не попал. Непонятно все. Деннис со всех сторон, короче, здесь задавили. Атаку надо было Пимпу либо оставаться и убивать Денниса на длине, либо никуда не вылезать. Так, подбрасывают. Двайсик. Чтоб все было круто. 5-0. У меня плохие новости для болельщиков датской команды. Вообще, очень плохие. У них, по-моему, отсутствует какая-то синхронная сила мысли. Не могут они одновременно выйти и там, и там. Вот длина выходит почему-то без суппорта. Парапет играет с медлом до последнего. Так, ну будет ли человек медла? Да, была пропрыжка в длину, но Олаф Мейстер не стал стрелять. Решил подождать. И сразу его начали кормить флешками. Ну, в общем, 3D Max пока делает все, чтобы не играл мид ту защиты. И при этом идут в парапет. Ничего не получается. Так, ну вот первая попытка вроде бы более-менее быстрого раунда. И сразу же шведы начинают проявлять неготовность к приему. Развал Б-планта Эйзи великолепно. 5 в 2 защитные секунды. Деннис Твист подрывается, чтобы нашить кого-то в дым. Но тут уже не будет, не будет ничего халявного. И придется засейвить эти девайсы шведам. Твист уже засейвил. Молодец. Все мозги на тачке остались. Ну и, конечно же, давайте посмотрим на Дениску. Который может сейчас удивить нас и засейвить свой Ультра Скар 20. Ну тут просто все, Теннису не выжить. Пока Дениска. Вот это у него лицо было просто. Посмотрел, как... На все происходящее, как ни на что. 5-1. Радости, наверное, у 3D Max сейчас просто полная. Полная голова. Сидят с улыбочкой. Смотрим, что будет дальше. Так, АВП на центре и не дают играть Пимпу. Против него в лучшем случае встанет Олоф Мейстер. И да, да, это Олоф. Так, Дина выходит. Вот в 3 игрока, посмотрите. Посмотрите, шведы какие-нибудь типичные. Они не отходят в плент, как рачки какие-то унылые, да? Они сначала раскидывают, пытаясь подловить какого-нибудь наглого. А зерги, которые попробуют туда вылезти и захалявить, а только потом отходят. Тем не менее, смотрите, отошли вдвоем и безгранатным плентем вынуждены тусоваться. Что делать-то? Эдман будет смотреть длину. Цай будет ждать на голову парычи. По-моему, это все может закончиться катастрофически плохо. Так, флешки, дымы. И перетяжка на B от Датчан. Где поджат? Где Кримс в поджиме играет свою роль? И Олоф Мейстер даже ему помогает. Сынки вдвоем поджали. Короче, Датчанам просто не дают здесь, да, за свежего воздуха глоток сделать. Они поджаты с каждой, не знаю, с первой секунды матча. Так, у Глэйви уже бомбит. Он уже думает, как бы выйти надрать здесь верхние Т-шки. Кому-кому-нибудь что-нибудь. Но, оп, увидел. Уйдет, не уйдет. Да, Кримс ушел. В общем, Глэйв пугает Б-плэйн. Два игрока на Б, два на А у шведской команды. Но вот на А-плэйн те может решать Деннис, который, да, сбривает двоих игроков. Проходящих пароч. Чем Релс ответит, я не знаю. Но по логике вещей уже... Но по логике вещей уже... А, не, есть сплес длины. Все хорошо. Ну, на Пимпа вся надежда в этом, в принципе, раунде и... Ого! Ну вот это, я не знаю. Я не знаю, как это описать. Он просто не попал. Он... Вот вы видели, что было? Чувак навелся. Он... Чувак выстрелил. А... А... Пуля вообще полетела куда-то в другую сторону. Ой, сейчас кто-то будет просто... Так, это просто вообще смешно. Телефон зазвонил. Уходим просто в офлайн. Все, смотрим. Слава, можно задать вопрос? У тебя есть усики? Да, у меня усы. Усы бога просто. Так, ну и датчане решили, что вот если один раз получилось... Если получилось выйти быстро, может быть, еще раз выйти быстро. Попробовать. Попробовали, как видим, ну не повезло. Натрали датчанам здесь на длине сразу же пятую точку. И... МСЛ вынуждены вместе с Пимпом думать, что делать. Ситуации 2 в 3. И шведы ни одной своей позиции не отдадут. Обратите внимание. Так, Деннис. Да, отдаётся длина. Парапет смотрится с ЭВП. Пимп тут тоже пытается найти гостя какого-то. Не, радует то, что Пимп с авиком. Если сейчас удастся поймать тайминг и пройти просвет, может, мы увидим серию экстраординарных выстрелов под Пимпу, которые принесут победу его команде. Под Смок Центр. Флэш, будет ли выпад? Нет, не играют против Лумфмейстера нагло. Так, ну Пимп ещё только до ямы добрался. Надо ещё подождать, наверное, секунд 20. Потом можно сходить выпить чаю, поставить чайник, ещё что-то и сделать, да? Позвонить подруге, короче, позвонить ещё кому-то. А потом только Пимп выйдет на Апленд с авиком. Вот боятся просто здесь датчане то, что... На самом деле теряют время. Просто шведы могли поджать отовсюду. Да, смотрите, начинается на 20 секунде поджим центра. Шведская команда понимает, что это точно А. МСЛ Е2-Е2-Е2 успевает поставить бомбу. Ну, то есть он даже её не успевает поставить, потому что парапет пришёл, надрал ему опять пятую точку. Ну и Пимп будет сейвить свою АВП, потому что... Потому что Пимп. Просто потому что из Дании. Вот это вообще лол, да? А вот если Пимп не... Не знаю, там не обоссался, а прошёл бы на просвет, то мог бы помочь своему тиммейту убить эту бомбу. Ведь времени потеряли просто колоссальное количество. Защита, естественно, успела понять, что там не будет Б, а там нет никого в Т-шке. Это будет выход... Очевидный выход по пустой длине. Ну нет, надо было посидеть, подождать фрага. Вот он. Игра в последних героев продолжается. Хотя, в принципе, датские команды всегда такими были. Словно, что скажешь по поводу... Инфы, откиллы, про два состава в ПКС Гоу. Да вполне возможно, что хотят, то и делают. Они могут хоть семь составов по ПКС Гоу сделать. Как бы... Да вообще абсолютно. Без разницы, по сути-то, дело. Так, интересная наклейка на дигле в Эйзи. Давайте смотреть с автодиректором. Вот там показывает он сейчас Эйзи. Может, этот неизвестный датский игрок начнёт колбасить. Пимп пока два на шесть. Пимп пока два на шесть. Явно не в тонусе сегодня. Этот персонаж, который давал жару шведам из НИП. Так, цайп. Минус МСЛ. Короче, столбняк на парапете оттаски команды. Минус с гранаты. Не везёт. Пимп вообще-то от... Ой-ой-ой! Вот это фейл! Бомба упала! Нет, бомба, слава богу, на планете. Ещё бы чуть-чуть, и пакет бы мог оказаться на КТ-респауне. Но шведы не волновались, потому что в спину заходил Кримс, который просто завершил этот раунд двумя восхитительными хедшотами. В бочину. 8-1, 7 раундов разница. И медленная стратегия от 3D Max пока не работает. Надо, наверное, меняться. Сейчас будет 3D Max. Не, мне кажется, они состав опять поменяют. Вот есть такая вероятность. Ну что ж, у нас ставится пауза, как я понимаю, в матче. Почему она ставится, я не знаю. Мы сейчас это будем узнавать у админов. Пауза. С чем связана пауза и почему она ненормальная? Так. Зайду пока что в паблик. Ну и у меня вообще ничего не идёт. Какая-то... Так, пишет что-то Деннис. Так, сейчас разбираемся с ситуацией. Я не понимаю, что там произошло. Сейчас нам поможет наш сербский друг. Да, там какой-то баг нашли сейчас игроки и команды LGB и решили поставить паузу после счёта 8-1. Весело. Ну ладно. Ладно, мы подождём. Ну чё ж не теряем в конечном итоге. Так, Ре-3. Петр говорит, надо делать Ре-3. И мы делаем это. Возвращаемся обратно. ДДАС-2, друзья. И думаю, что всё будет нормально. Надеюсь, мы победим эту паузу. Вот, кстати, сегодня, кто не в курсе, да, будет ещё один матч сыгран в Фнатик Риге, который мы с вами посмотрим. Французское противостояние. Тим ЛДЛС, Клан Мистик. Так что после этой встречи, после серии БЛ-3, будет очень-очень эпично посмотреть за французами. Тем более Кеннис. Давно не видели Кенниса, да и вообще игроков из Франции. Кеннис против Киоли. Это будет интересно. Так, твист. Запирает банку, даёт второй дым. Пытаясь создать, по-моему, видимость того, что длина отпускается. В итоге слышит перетяжку от МСЛ, который уходит. Цайп в ожидании парапета. Всё, приземлили цайпа на дефолт. И вот это привет, Гарри Траус. Посмотрите, просто КТ запирается с двух сторон. Глейв проходит. Будут давить Цепка и Плент. Да, всё, минус Денис. Так, ну вот очень схематично дача они сейчас сыграли. Стоит выделить, опять же, действия аккуратные по парапету. Команда попробовала практически всё. С преддлины, с парапетом. Попытка сыграть 4-1 с длиной парапетом. Попытка как-то раскидаться, потом прийти на Плент. Не знаю, пытались перестреливаться, играть до контакта. Ничего не получалось. В итоге два дыма в центр. Десант на КТ. Решил всё, и Аплент достался. Команде 3D Max. Просто так, возможно, увидим несколько таких раундов ещё в этой половине. Так-то, конечно, дача нам сейчас нормально поднадрали, потому что мы 8-1. Вы сами понимаете, что это тяжело. И шведы ещё умудряются сейчас, играя вот своим наглым стильком, сейвить девайсы. При том, что Лофмейстер расстреливает уже двух игроков. Ну и Глейв просто с пимпом не идут. Не торопятся на явную смерть. Остаются при своём оружии. 8-2, 11-й раунд. 11-й раунд нам покажут много. Так, ТДДшечка. АДПР. Давайте, наверное, смотреть. Ух, вгружаются по-страшному просто сейчас. Игроки шведской команды. Так, вылетает флешка космическая какая-то. Вылетает дым на КТ. Четыре игрока уже выходят на центр. Пытается это дело принять Кримс. Но дача не готовы, но не готовы к цайпу. И с тем также расправляется Глейв. И звено с медла играют у датской команды. Мега эффективно, мега охрененно. Но вот только Олаф Мейстера нужно как-то задавить. И посмотрите, как МСЛ его находит. Находит за Боцким. Слышит Денниса в спине. И не торопится. Будут даны смоки. Влетают флешки. Гранаты. Минус 50 у Денниса. И... Ай-яй-яй. Нельзя было Деннису здесь отдавать позицию. Датчане терпят. Терпят. Хотят развести шведов на экшен. Но шведская команда не лезет. Ждут бомбы, ребята. Ждут бомбы, ребята. Влетает дым. Под который попробуют проникнуть твист. Нет, разводка. Дергают. Дергают датчан со всех сторон. Ну вот сейчас, наверное, типичный датчанин думает, а как бы мне уйти через Т-шку и поставить на А. Вот они тут друг друга пытаются перехитрить. Да что за ересь просто. Ладно. Две флешки. Вторая. Твист. Отлично. Выпад. Минус есть. Один на один за красным ящиком. Деннис. Глейв. Ну что ж, Деннис. Потащишь или не... Будет ли девятый ЛДЖБ? Будет девятый ЛДЖБ. Деннис находит голову Глейва. И это великолепный клатч для Денниса. Великолепный дуэль. 9.2, 3D Max раздавленный. Ну вот душный стиль. Но знаете, шведы умеют играть с датчанами против вот такого душного стиля. Смотрите, сколько же там эта парочка тусовалась на точке. Они сидели буквально секунд 20 и никуда не могли уйти. При том, что они хотели, чтобы кто-то ворвался, но никто не врывался. Вот опять-таки дисциплину сохраняют ЛДЖБ практически в каждом раунде. Это, несомненно, для датчан. Огромное напряжение. Так, ну вот пост флешки. На флешку тиммейту своему вообще отлично. Просто сейчас накидывают МСЛ. Ну вот парень купил дигл. Пока дошел до точки какого-то контакта, у него осталось 18 кп. И вот так вот. Ну, Эдман не прощать будет сейчас оставшихся игроков длины, если только чудо-пуля не прилетит. Драка пропит. И Деннис завершает раунд. 10-2. Ну, это попахивает изнасилованием на первой карте. Мне кажется, будет очень сложно 3D Max во второй половине с двумя раундами. Ну, не знаю, может в лучшем случае у них будет 5, но пимп, например, вообще пимпа не видно в этой игре. У него 1 MVP 3 на 9, 12 очков всего. Если сравнивать со шведами, даже аутсайдерами, то это крайне негативно. Он пытается дернуть Олаф Мейстера. Но там дыма столько, что Олаф Мейстеру вообще наплевать, он даже не смотрел. Куда увидел проход на пальму. И давайте смотреть, что будут делать 3D Max. Темп игры какой-то быстрый выбрали на 13-м раунде. Чёртов темп чёртового раунда. Напугали Олаф Мейстера и все пошли в Тэшку. Отлично, Кримс ваше дело. Давай. Так. Вот проверили на прочность Кримса и Олафа, не вышло. Но это сейв трёх девайсов от шведов. Тут не будет вообще никакого выбивания. Максимум подрежут Тэшку, в Тэшке двое. Это вообще катастрофа. Вот после такого, может быть, чё-то и будет. Ох, какая. 4 в 3. Смотрите, что делает атака. Выходит вся на дверь. Дайвит Денниса. Ну и цайп. Да, Пимпу, конечно, не вывозит. Сколько же там у него Пинг? Всего 46. Странно. Этот парень уже сегодня 3 раза не попал, когда должен был 100% наубивать. Мне кажется, или тотальное невезение преследовать его будет всю жизнь. Так, вот это просто флешмоб вопросов. Так. Итак. Смотрим дальше за матчем. Ай, ай, Кримс. И непонятно, чё он его не видит. Кримс даже не в блайнде был. Непонятно. Он чё, простил? Пощадил Эйзи, что ли, на длине? Вот это лол. Так, дача они снова решили сыграть быстро и снова застали врасплох. Релза убрали, но, тем не менее, перестрелка на длине выиграна. Можно туда поставить бомбу. Швиды понимают, и ситуацию предпринимают. Следующее. Так, в пропет пойдёт, наверное, парочка. Деннис Олоф Мейстер. Не, все втроём. И твист с КТ. Ого. Вот это рискует, ребята, сейчас. Но, знаете, с 10 раундами можно порисковать. Так, взрывают плент. Дают плейски. Дают, думаю, чтобы АВП ничего не могло сделать. АВП всё равно принимает. Пимп. Пимп старается. Всё-таки последние раунды надо забирать для своей команды. Тем не менее, шведы беспощадно просто идут драться. Идут на прямую перестрелку. И, ого, уходят ещё вживые. Уходят на сейв. Какой троллинг просто от LGB, друзья. Ещё и Глэйву не дают пройти на КТ, чтобы отрезать этот деф. И в последний момент Деннис с Сайпом ещё успели прошмугнуть в Т-шку. Ну, нереальный сейв от LGB. Попытка выбивания, конечно, так себе. Но вот засейвили они на уровне. Так ещё никто не троллил. Так, слэм. Корова делает мул. А я делаю просто баню всех, кто пишет это в чате. И вот всё, что я делаю. Поэтому... Молодцы. Ещё один герой такой зашёл. Где твой гатнайф? У меня мой гатнайф. Так, All of Meister. Эйзи. Вот это не повезло. Пимпу опять пытается ловить на реакцию. По-моему, у снайпера команды LGB вообще другие сейчас взгляды на этот матч. Он даже не стал нагло играть. Ну, вот видите, подходим мы к тому, что это либо 114, либо 105. И непонятно, какие же LGB крепкие в нападении. Но с учётом того, что они пикали первые эту карту, то мне кажется, что атака будет у них очень бодрой. Ну, игра в защите тоже, в принципе, показала то, что ребята реально сильные. Скажем так, за деф-контрить там до 10 раундов это тяжело. Ну, есть, конечно, балансные матчи, но тем не менее, это сложно. Так, ну вот попытка Пимпа опять заслайдить кого-то. Ничем не заканчивается. Кримс минус Эйзи. Попахивает разгромом просто в первой половине. Ну, или тотальным невезением как минимум. Да, со всех сторон окружили Пимпа и банду, пока они соображали, куда им идти. Ну, это, естественно, не очень хороший результат для датчан. Опять же, напомню вам, друзья, то, что по сетке... Так, ну вот у LGB сейчас мы поправим сеточку быстро. Извиняюсь за это. Думал, что всё на месте, всё работает. А там просто команду я переименовал, и теперь её не отображает. Но мы... Мы просто сделаем так. Оп, оп. 3DMAX, господа. Так, а вот... Какое же там... Флаг, да, не стоит. Непонятно, почему не отображает полностью. Извиняюсь, друзья, тестовая тетровалочка. Но тут ничего с этим не поделать. Придётся, наверное, потерпеть чуть-чуть. Так, сейчас мы сделаем вот так. И попробуем заменить. Снова. Опа! Не получается у нас с флагом сделать. Но вы, в принципе, поняли, какие мы матчи смотрим. Тут ещё, кстати, сетка не сохранилась по какой-то причине. И все вы прекрасно знаете, что команда Fnatic обыграла команду. H2K прошла дальше. Они уже находятся в полуфинале верхней сетки. И это радует. Их, несомненно. При том, что они хозяева чемпионата, друзья. Этот турнир будет играться в течение, наверное, месяца. Как я понимаю, может даже что-то такое. Завтра будет сражаться Мау Спортс и команда SD. Кстати, Мауза убрали Клая, как я понял. А Гобой Би они брали это из надежды, что что-то может пойти не так. Ну как, они собрали состав, который не стал играть. А потом им стало некого больше брать в команду. Потому что никто не хотел играть с тем-то, с тем-то, с тем-то. И взяли Гобой Би, который отыграл два матча просто катастрофически ужасно. Вообще не показал практически ничего интересного. И это заставило, конечно же, менеджмент задуматься о целесообразности. Львов в составе. Так, еще сегодня Фнатик и LDLC, друзья, будут играть. Но там, как я понимаю, будет вообще одна карта разыгранная. И матч продолжится с результата 10-4 на второй карте в пользу Фнатиков против LDLC. При том, что вторая карта даст два LDLC, ее вряд ли. Затащат, но третья карта может точно остаться за ними. Ладно, я возвращаюсь в Counter-Strike обратно. Я думаю, сеткой все мы насладились. Ну и первый пистолетный, второй половина. Ну, вы сами все видите прекрасно. По-моему, это 1-0. Вот застыкали мы сеткой и в ЛЖБ просто урвали сейчас всю пистолетку без потерь. Ну, в мясо, короче. У Лофмейстер и банда просто беспощадно, я бы сказал, расправляется с 3D-максами на первой карте. Ну, то есть тут шанс то, что потащат, да даст два, настолько сомнителен, что можно было сразу не играть эту карту. Ну, опять же, Инферно и Трейн следующие карты у ЛЖБ Инферно. В прошлом сезоне Старладдер, вот я их помню, они играли очень уверенно в позапрошлом, их не помню. Но вообще Инферно у них играется, насколько мне известно. Может, конечно, я где-то как-то ошибаюсь, но датской команде будет тяжело. Кстати, помню, одну из квалификаций именно ЛЖБ выиграли на Старладдер, на Инферно, обыграв Датчан. При том, что с таким интересным счетом, когда вроде бы почти 15 раундов было у датской команды, но камбэк с девятого заставил просто развернуться Датчан и не пройти на Старсерию. Но это было давно и сейчас все иначе. Кстати, друзья, СЛТВ Старсириус, вы можете уже посмотреть список участников на сайте. Аматоры, друзья, собирайте команды, регистрируйтесь на Аматорку, уже под 200 команд зарегистрировалось всего за несколько дней. Ну и Pro-серия будет также для кого-то новым испытанием. В Pro-серии ожидаются тоже интересные персонажи. Будет квалификация в Pro-серию, друзья, сыграна, поэтому команды, которые среднего уровня, чуть выше среднего, будьте готовы на КСГО, Старладдер ТВ, для вас скоро будет полезный анонс, и отборы будут проводиться регулярно. Так, Кримс минус Эйзи. Также, друзья, помимо сезона, вот что касается активности игроков и прочего, чтобы вам было не скучно, будет разыгрываться очень много поинтов на Викинг Капах, которые потом позволят вам, минуя Аматорку, напрямую попасть в Pro-серию. Но это еще пока что в процессе не точно, поэтому придется чутка подождать. Ну, в общем, скоро будет анонс по всей этой теме, и вы сами станете свидетелями того, сколько, кто, куда и как. Такие дела. Ну что ж, попахивает уже здесь завершением первой карты, по-моему, пора здесь 3D-максом как-то остепениться и... Расслабиться. Ну, они копят на бай, как видим, Цайб принимает вообще на уровне. Сплошным прострелом. All of Meister на Верочку, MSL. Ну и минус Рейлз. Медле. Да. Пошаговая стратегия у дайчан даже в защите не работает. Мне, кстати, не очень радует тот факт, что ЛГБ на Старсерии мы не увидим. Они, кстати, ребята, они отказались. Они отказались по той причине, что будут готовиться этим составом. Много, плотно, но играть не могут официалки. Нет у них времени, все заняты своими делами. 14-4 разница в 10 раундов, и, по-моему, это Габелла для 3D-макс. Так, Пим берет ВП, давайте смотреть, что покажет человек весло из зданий. Против него нет ВП, поэтому оп, дым в центр, и Глейв пошел. Вот еще одно. Но это весело. Все, и там... Там уже команда ЛГБ просто вышла на Б, и тут Рейлз ничего не может сделать. Но одного убрал, его красного заштрафили сразу. Пимп не выждал на тайминг никого. И попахивает еще одним раундом для ЛГБ, даже 15-е. Хотя, не, в медле не сыграл Цайп. Шансы на выбивание очень хорошие, сохраняют за собой датчане. Сейчас давайте посмотрим. Ну вот, не радует только то, что Глейв АВП, и он сыграть вряд ли сможет эффективно. Но если кто-то совершит ошибку и вылезет за красный, будет проблема. И, кстати, посмотрите, там Олаф Мейстер просто прячется, ждет запрыгивания на ящик. Бетает дым. Пошел десант в очко. Деннис. Ну тут просто без шансов сыграли 3D Max на верочку. Подым вылезли за бомбок, застали всех врасплох. Вот проигранная Тэшка и позиция Цайпа в меде, в принципе, решила все. Если бы не было замка, то ЛГБ бы отбивались. И бомбу-то даже разминировали на последней секунде практически. 14-5. Один все-таки в защите смогли урвать себе 3D Max. Но этого мало. Этого мало, чтобы платили зарплату, надо брать больше. В основном, когда появится расписание игры Star Series? Скоро, в ближайшие дни. Ну, 19-го числа, первый игровой день. Так, шведская команда измором пытается взять пока 3D Max. С самого начала у них не зашли какие-то перестрелки на центре. Все пока что в пользу датской команды. Но это всего лишь время. Оно пока что работает на датчан. Времени еще 50 секунд. Смотрите, интересно. Вот так вот. Тупо 3 тела в миде. Один на длине ждет до последнего. И это номер 6, Эйзи. Принимает. Падает в яму сразу. Дает флешку, пытается под нее открыться. При том, что еще перед этим чекает технично. Технично сыграл, шведы уже туда не пойдут. Есть еще вот такой вот персонаж. Он же MSL. Если сейчас он сыграет врыв на центр. Да, шведы перестраиваются под сплит B. Ну и тут просто на уровне сейчас играет. Ой-ой-ой. Ну вот одной пули не хватило, чтобы добить свиста. Мега жестко принимает MSL. Непонятное решение от шведской команды зайти на B. Вот это жесть. Вот это твист. Ну мы помним этого парня. В СК он смотрелся жестко. И за Лемон Докс, когда играл, так же выглядел жестко. Но вот тут сыграл на все 100. Пробил B. Пробил B на бомбу. Ну тут либо 14-6, либо твист сейчас всех отправит в лучший из миров. Я не знаю. Смотрим. Твист просто ждет флешек. Ну все. Первый пошел. И на бомбе осталось выиграть Пимпа, который тоже с ВП. Бомба вообще плохо стоит. Ох ты ж! Приземлился твист. Но Пимп не успевает раздефузить эту бомбу. Но, друзья, это жесть. Это какая-то жесть. Я не знаю. После эпичного экшена и трех фрагов на центре от MSL игроки датской команды просто налажали по-страшному. И не смогли этот раунд отстоять. Что-то тут не так. Они дефузили, а я стоял в другой стороне карты. Как дурак. Вот так должно было быть в этой ситуации с Твистом. Но он каким-то чудом открыв Б-плэнд. Слушайте, это, по-моему, внутриигровой авторитет. Репутация все-таки стоит того, чтобы ради нее играть. Да? Посмотрите. Испугались пацанчика? Испугались? Такое может быть с каждым. Приятно, конечно, видеть зато ЛГБ такой тимплей. Уж здорово. Ну, не тимплей, а вот индивидуальные характеристики. Так, ох, еще чуть-чуть. И Денис получил бы сейчас бинго. Ну, минус гранаты. Улетел Раус. Все, пытается защиту выбить в последнем. Тут, по-моему, все понятно, что ничего не понятно. И шансов просто... Шансов просто крайне мало. ТГГ. 16.5 первая карта, друзья. И вторая карта будет Инферно. Мы вернемся к ней, на нее, через несколько минут. Пока ожидаем. И я надеюсь, что... Вам понравится 3D Max на Инферно. Ну, будем надеяться, что они будут хоть чуть-чуть посильнее. А то как-то совсем вяло сыграли. Первую карту. Может не париться, потому что верхняя сетка.